Субтитры сделал DimaTorzok Как я уже сказал, наибольший интерес представляет нам вычисленный потенциал взаимодействия для позитрония. И давайте решим полный геметариал для позитрония, который представляется обычно в виде H0, 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 H1, H2, H2, H3. В соответствии с чем? Что это нерелитийный геметариал, который есть H0, 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 H0. H0, 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 H Для диспиннеров частиц электрический поправки, да? То есть это поправки. Какие поправки? Это есть p квадрат, p в квадрате. Делить на 4, m в квадрате, что ли, на 4? Обычно можно. Обычно 80. Две частицы. Поэтому на 4. Дальше есть… Какой есть член? Какой есть член? Ну, есть дарлиновский член, который есть… m в единственном квадрате. Конечно, p, r… А, r. А чем надо? r? Нет, потому что уже r, потому что… Да. Дельта от r. А коэффициент какой? Вот я бы, чтобы не было, вы не постарались, я бы написал коэффициент. Так, теперь придется мне дарить лидера. Нембогий аффициент, конечно. Но это четверка здесь. Четверка здесь, да? И… И… Никакого… p на самом деле нет. А сейчас е квадрат… Да. Никакого и нет, потому что не вынесено у меня. Я раньше не было, потому что я выносил е квадрат на 4p. Сейчас я и выношу. И получается просто минус е квадрат на 4m квадрат на r. Это вот так называемый дарлиновский член, и член, который отвечает за мифи без авара. Минус е квадрат, деленное на 8p. m квадрат r. m квадрат r. А здесь стоит p в квадрате плюс p. p в квадрате. p в квадрате на r в квадрате. Ну, вот этот член записан неправильно, да? Почему он неправильно записан? Потому что здесь не указан порядок расположения p и r. На самом деле, вы должны писать этот член в таком виде. Вы же договаривались, что у нас все агераторы r стоят впереди агераторов p. Поэтому его по правилам, по хорошему, надо писать вот так. на r в квадрате. Вот так вот его надо писать, да? В квадрате. Здесь уже правильное расположение оператора. Вот это, значит, без скиновой части. Коэффициент, где член d2, t это скиновое детальное взаимодействие, и v3 это скин скиновое взаимодействие. Вот, оказывается, скиноорбитальное взаимодействие может быть выражено через полный оператор спины, если мы видим оператор спины ТС, который есть сигма минус, плюс сигма плюс, миллионная пополамка, да? то тогда v2, 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 можно записать так, 6, 0, в квадрате. А введём ещё d0, d0. Это есть e делить на... лучше бы 0 в квадрате напишу. Потому что e квадрат значит e b m квадрат. Ну, как бы, это магнитон-боро в квадрате, да? Только, опять же, четыре писты из-за грауссовской системы, из-за грауссовской системы единиц. Это есть e h на mc. В старой нормальной квадратном ch1 серьги есть menoбитый h на mc. Здесь 6 умножить в квадрате, а здесь стоит SR в квадрате, делить на R в квадрате, минус SR в квадрате, делить на R в квадрате. А лучше я подвяжу 5. Что это такое? Правильно. 6 умножить в квадрате это правильно. И еще член есть зельтофункционный. 4,0 умножить в квадрате. 4,1. Это я уже на самом деле пишу спин-спиновое взаимодействие. И это есть V3. И это есть V3. 4,0 умножить в 7,3. Вот это уже 7,3 S в квадрате, минус 2, дельта от R. Конечно, вот 7,3 это такая арифметика, комбинаторика. В общем, появление 7 может оказаться неожиданным. Но вот оказывается так она, если вы... Это простенькая, конечно, арифметика, но вот она приводится к таким неожиданным коэффициентам. Все это я правильно написал. Ну, а V2, что касается V2, то это обычное выражение V2. Это есть 6,0 в квадрате. Здесь стоит L на S. Орбитальный момент. На S. И делить на L кубе. Опять же, это синорбитальное взаимодействие с неожиданным коэффициентом. Понятно, откуда возник этот коэффициент. Понятно, откуда возник этот коэффициент. Помните, там был коэффициент... Члены взаимодействия с... Взаимодействие с пином, с магнитным полем, так сказать, за счет перехода с двумя магнитными полями. Раз, два типа. Они входили... Один член стал льеронской половинкой, а другой член без гиора. Поэтому, присуммируем на магнитного поля. Как вы понимаете, отсюда возникает коэффициент 6. А здесь более... Ну, я уже не могу интерпретировать эти коэффициенты. Ну, их легко получить, если получены ранние выражения. Вот... Вот весь гамнитный антонян при этом. Используя гамнитный антонян, можно получить поправки... Каково получить поправки уровня позитрония? Поправки не в низком приближении, поправки энергии уровня. Это есть просто ЕМ. Ноль. Так. Это есть минус... Что? Минус... М. Да? М. М. Ну, лучше... Лучше... ikeемы? Работать. Я напишу М. М А confronting2. mα в квадрате, деленное на 4 m в квадрате. 4 из определенной массы. Я здесь перешел в альфа, это e в квадрате. В старой системе единицы это есть e в квадрате hc, а в нашей системе это e в квадрате hc. Вот что такое альфа. А теперь поправки. Что касается поправки. Поправки мумерации уровня. Понятно, что, исходя глядя на этот капитериал, мы видим, что сохраняется полный спиновый момент s в квадрате. Потому что оператор s квадрат коммутирует с глядериалом. И это, в общем-то, неудивительно, как вы понимаете. Потому что вы помните, наверное, что п-четность системы, п-четность позитрония, есть 1,1,2,3,3,0,2,3,0,2,3,0,3,0,3,0. П-четность, c-четность, это есть мус-1,2,3,0,2,0,3,0,2,0. Ну а, конечно, cp сохраняется. Сохраняется, конечно, и p, и c, тем более cp в электродинамике. И поэтому ас может принимать значение либо 0, либо 1. То есть для разных спинов cp разное. Поэтому полный спин в позитроне сохраняется. Это абсолютный закон сохранения. Не только в дневническом. Что касается l, то поскольку l может меняться на двойку, то при этом p-четность не меняется. Поэтому l, вообще-то говоря, не сохраняется. l сохраняется только в энергетике. Ну вот, когда мы считаем исходный мирский нередизм, мы считаем поправки просто по уровню. И они обозначаются аналогично тому, как это было панельного водорода. Обозначаются буквы l, это главное число l, а здесь пишется 2с плюс 1. А здесь пишется полный момент, который, конечно, сохраняется. Который, конечно, сохраняется. Строго сохраняется. Вот, уровень энергии обозначается этими символами. И низшее состояние, это n равно 1, низшее состояние n равно 1, но при этом, очевидно, могут быть разные спины. Полный спин может быть либо 0, либо 1. В первом случае, когда спин 0, говорят, что это пароказитроний. Когда спин 1, это ортопазитроний. Спин 1, ортопазитроний. Ну и легко вычислить разность энергий между пароказитронием и ортопазитронием. Почему? Потому что отличие будет даваться только вот этим членам. Только вот этим членам отличие в энергии. И тогда е, как напишем, энергия от состояния 1, а здесь пароказитроний. Это, значит, ноль. Теперь равен нулю, конечно. Здесь ноль, единица. И это, значит, n равен нулю и ноль. Естественно, минус е. Вот единица. С равно единица. Тройка, значит, а здесь ноль, а здесь единица. Это к чему? Я повторяю, что отличие связано только вот с этим членом. Значит, в этом состоянии его среднее значение есть ноль, а в этом состоянии его среднее. С квадрат это f на e плюс 1 единица на двойку, да? И получаем, значит, f на двойку. 8, 8, 3, ноль в квадрате, делить на 3, да? 8, 3, ноль в квадрате, и умножить на 7, да? И на psi от нуля по модуль в квадрате как-то за счет усреднения. А psi от нуля это есть, как вы помните, psi от нуля. Что такое psi от нуля? Это единица делить на π а в кубе, да? А в кубе. А что такое а в кубе? Что такое а? А в кубе. Что такое а? Аборовская. Что такое аборовская? Это единица на м, да? Единица на м, и делить на альфа. М альфа, так напишем. Единица на альфа. Вот теперь м надо взять по балансу. Единица два дилекта. Да. На альфа. А, на альфа. Вот подставляем сюда. Пи, а в кубе. Значит, что будет? Восемь. 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 Альфа в кубе. И альфа в кубе. В ноль подставляем. В ноль подставляем. В ноль подставляем. Что такое в ноль? Это как раз. Это как раз альфа на м квадратус. Альфа на м квадратус. Альфа на м квадратус. Пи а в кубе. Альфа на м квадратус. Восемь. 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 В знаменателе. В знаменателе а в кубе. Да? А здесь будет темп в кубе. Альфа в кубе. Альфа в кубе. Да. Ну и подставляем. В ноль сюда. И сокращаем. И получаем 7. Чего? Ну ясно, что эрлы. Чего больше. Поразоненно если больше ничего не может быть. А здесь стоит третий. Тройка. Да? И альфа. В какой степени? В. В какой степени альфа? Альфа. В. 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 Что же получается? Что-то я не очень соображаю. Значит. Э. 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 Я могу так написать. Равно. Смотри, 7. Да. Равно 7 3 умножить на 4 е 1 0. Смотри. 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 Электрический и правчик квадрат по праву. Что? Какой вопрос? Не понял. Какой человек творит? 3 квадрат на 3. Правильно. И он тоже даст вклад. Нет. Он тоже даст вклад. Да. Да. 6 квадрат на 3. Все правильно. Все правильно. Все правильно. Квадрат на 3. Да? Правильно. Неправильно. Он где даст вклад? Знаете? Почему он где даст вклад? А потому что этот свет тоже есть. Да? Ну, конечно, это вклад. Но когда мы будем усреднять, то усреднять придется... Что такое s? sr в квадрате. s, i, t, s, j, t, r, i, t, r, j, t. Да? Когда r, i, t, r, j, t мы будем усреднять, что это будет? Усреднять нам придется по, какому состоянию? По состоянию? Симетричному. Поэтому r, i, t, j, t gonna, r, t, дать j, t, j на, t, правильно? И это сейчас обладает с цельничным. Правильно. Хорошо, что вы заметили. Ну? Хорошо. Молодец. Ну, на самом risque, этот вклад меня всё-таки не даст. Да, ответ, что-то мне не нравится, по правде говоря, потому что где-то 4-ку потерял, где-то 4-ку потерял, где-то 4-ку потерял А потерял, вот где 4-ку, вот 0-ку в квадрате, потому что я здесь потерял 4-ку, потому что здесь 16-пи Потому что 0-ку это 0-ку, магнитон-боро, это ях на 2-маза, ях на 2-маза И вот здесь, да, поэтому хорошо, что сейчас на этот дискетбатус напоролся, потому что иначе вот было неправильно написано Галентония Здесь именно 0, это ях на 16 км в квадрате, поэтому здесь стоит, вот здесь это, это 16-пи как раз еще и сохранится Семь, да, это вот здесь и семь, пардон, значит снова начинаем Миноль в квадрате Восемь и ноль в квадрате, это правильно Значит, здесь единственное 16-пи, это будет одна вторая Одна вторая Здесь Что у нас? М А, здесь восьмерка, да? Одна Здесь восьмерка, да, правильно Из зала в пуде, да? Восьмерка сократится Правильно Здесь, на самом деле, делить на 4 И это есть как раз Как раз Как раз Е1, вот M, альфа квадрат, делить на 4 И это есть Е1, но это поможет Вот такое у нас, значит, это правильное А? Знак 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 Совершенно правильно Ну да То есть У нас получается, что Энергия Ортопозитрония 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 лежит ниже, чем Парапозитрония Энергия Ортопозитрония Парапозитрония Ортопозитрония Ниже, чем Ортопозитрония Парапозитрония Ортопозитрония 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 Причина Ладно Дальше Ну, что касается опormbug энергии Уровнем энергии То Имея потенциал взаимодействия В общем Вы можете вычитывать ОбычERT Ничего нового в этом для вас нет. Что есть нового, может быть нового, это то, что в отличие от этого водорода, который стабильный, позитроний нестабильный. Ну, понятно, что возбужденное состояние, конечно, тоже нестабильное. Возможно, переходы за счет излучения фотона, эти переходы вам известны, тоже из квантовой механики вы их можете вычислять. Но здесь нестабильны и основные состояния. Вот эти вот состояния. Это основное состояние партопозитрония, это основное состояние ортопозитрония. Они тоже нестабильны. Почему они нестабильны? Потому что есть возможность распада ортопозитрония и партопозитрония на фотоны. При этом в ортопозитроне, очевидно, может распадаться, в ортопозитроне, может распадаться только на три патона. Почему? Потому что, скажем почему, по цельчёртности. Цельчёртность в ортопозитроне, это V равно 0, S равно 1. Цельчёртность отрицательная. А цельчёртность в ортопозитроне, как вы знаете, тоже отрицательная. Поэтому ортопозитроне может распадаться только на три патона, а партопозитроне на два патона. Это вопрос, как вычислять вероятности распадов, ширины распадов. Как вычислять ширины распадов? Ширины распадов можно вычислять, зная сечение E+, не минус регуляции в два фотона или в три фотона на пароль. Почему это можно так делать? Вот почему. Давайте, как мы можем представить себе в терминах вторичного фронтования? Что такое позитроний вообще-то? Что это такое? Это состояние двух электродных позитрона. То есть у нас мы должны... Что такое электрон-позитронное состояние? Это, значит, мы берём на ванку, он подействует оператором, там, окрест для электрона. Мы обозначаем оператор рождения и уничтожения для электрона буквой А, оператор рождения и уничтожения для электрона буквой В. Значит, у нас А-крест, скажем, А-П, и В-крест, ну, скажем, от минус В. Опять же, в системе центра инерции находятся электроны и позитрона. Вот это состояние электрона и позитрона с импульсами В и минус В. Мы должны умножить на некую функцию ФИ от В. И ФИ от В – это волновая функция позитрония в импульсном пространстве. И по ДКУПП проинтегрировать. Вот это состояние позитрония, так у нас описывается. Я опускаю там спиновый индекс, который есть не здесь, не здесь. И у его функции ФИ, конечно. Ну, вот это вот состояние термина для электронного геори. И мы должны найти материчный элемент перехода из этого состояния в какое-то конечное состояние. Ну, здесь мы говорим о двух- или трехпатонном состоянии. Как выражается электронное состояние? Так. Это так обращается в И состоянии. Начальное состояние. Или позитронное такое. И мы должны найти материчный элемент Л, И. Л, Г, И. Из этого перехода в конечное состояние, которое есть, я повторяю, двухфотонное или четырехфотонное состояние. Как выражается... Как выражается... Как выражается... Теперь... У нас как выражается... В свечении... Е плюс, Е минус... Аннигиляции. Как выражается... Ширина... Ширина... Или вероятность перехода в единицу времени... Е плюс, Е минус... Вот в это состояние. В чем отличие? Отличие, как вы помните... То, что в сечении у нас стоит... Значит, что касается конечных состояний. То те же самые коэффициенты, тот же самый фазовый объем. То же самое интегрирование во всем конечном состоянии. Суммирование по едино. Что касается начальных состояний. То... У нас есть... Отличие в чем? Отличие в том, что... В одном случае... В сечении у нас входит скорость. Скорость входит. А в градусе перехода в единицу времени никакой скорости не входит. А входит... Как вы помните... Гамма, градусе перехода в единицу времени... Она у нас получается... Детяное очистение... Видимо, что сейчасié температура на уровне rocket 0. То есть, что касается конечного... Фазового объема... Дельта deck функция включает фазовый объем. И здесь, если мы используем такую нормировку, что вот здесь этот маркерсный элемент содержит множители энергетические, то и всё, больше ничего нет. А в сечении у нас стоит ещё относительная скорость. И поэтому, значит, когда мы вычисляем вот эту вот ширину, что мы должны сделать? Взять вот этот маркерсный элемент. Этот маркерсный элемент, он у нас представляется в виде интеграла. Вот эта тема Фи. Это есть интеграл ТФ от Фи. Она умножается на матричный элемент. Матричный элемент здесь, если я говорю позитроний. Пусть это есть Е по состоянию позитрония. Так этот матричный элемент выражается через матричный элемент перехода, здесь F, а здесь Е плюс не минус. Вот с этим Е плюс, с импульсом электрон, с импульсом B, электрон с импульсом 0, B. Вот этот матричный элемент. Теперь МФи, когда я буду умножать МФи по модулью в квадрате. Что? Что у меня получится? На самом деле, я могу в этом матричном... Конечно, у меня матричный элемент, вообще-то говоря, зависит от импульса. Но, когда я рассматриваю позитроний, это не электрическая частица, вернее, электронные струны в нем электрические, и я могу пренебречь импульсом. То есть, этот матричный элемент я могу взять при импульсе равном нулю. При относительном импульсе электронного струна равном нулю. И поэтому, значит, а интеграл по ДП, Фи от П, чему будет равен? Это есть, на самом деле, у меня в силу от нуля. Интеграл. Это волновая функция в индексном пространстве. Если я возьму по ней полный интеграл, ясно, что она связана с волновой функцией в координатном пространстве Фурье преобразованием. Но здесь интеграл без всякого экспонента есть просто Пси от нуля. Вот чему. А здесь, при β, это относительной скорости, я обозначу, давайте, я обозначу β, относительной скорости, не относительной скорости, а просто. Пусть я введу β, как обычно, полик квадратный, единица минус 4m квадрат. Важно, это, берите навес для системы электрон и позитрона. Вес — это полная инвариантная масса. Так вот, этот вот на пороге, при β равном нулю, могу взять матричный метр, и могу опространить тогда матричный метр перехода из позитрона в какое-то конечное состояние, в трехфатонных или трехфатонных, вот чему будет равен. Ну, а сечение тогда, вернее, ширина, ширина получится, учитывая то, что сечение, когда я вычисляю сечение, я должен еще делить на, в определении сечение, уходит относительная скорость знаменательной, относительная скорость. Тогда я получил, что ширина равна 2с от 0 по 0 в квадрате, а здесь стоит седьма, седьма, е плюс и минус гамма и f, я напишу гамма и f. Я написал для того, чтобы уничтожить скорость, которая стояла в определении сечения. Относительная скорость. При β равна нулю. Что? Двойка. А двойка, потому что относительная скорость. В сечение входит относительная скорость, да? Ну, предельнее сечение. Относительная скорость. Два β. Это вот именно двойка. Вот эта формула, это общая формула для связки ширины, связки состояния с сечением. Она будет много раз использована в дальнейшем. Так что вы должны ее понимать. Понимать откуда она берется. И желательно, чтобы вы ее помните. Ну, и помните речи. Все это реально. Дальше. Видишь, стечет? Да. Ведь только же сечение берется при β равна, а? Нет, не только сечение. Сечение, оно обращается на бесконечность при β равна. Заходные единицы на β. Вы знаете из каждой механики. Заходные единицы на β. Поэтому я умную уничтожу скорость и после этого могу переходить к пределу. Именно так. Ну, вот эта формула, которую надо знать. Ну, значит, еще надо понимать, что когда я вот так написал, я написал переход вот это сечение, да? В этом сечении. Эта формула, она подразумевает, что в этом сечении начальное состояние должно, спиновое начальное состояние должно быть такое же, как здесь спиновое начальное состояние, да? Конечно, нет. А сейчас мы обычно используем сечение для не поляризованных частиц. Сечение для не поляризованных частиц. И поэтому тогда, с учетом вот... Если бы хотел выразить, все-таки, ширины через сечение не поляризованных частиц через сечение не поляризованных, через сечение аннигиляции не поляризованных частиц, то что мы должны сделать? Мы должны для портопозитрония умножить на коэффициент на 4 третий, а для паропозитрония умножить на коэффициент 4. Правильно? Почему? Ну, потому что, давайте посмотрим, скажем, случай паропозитрония. Тогда, что мы можем сказать? Как для не поляризованных частиц сечение E плюс и минус в два фотона, паропозитрония это значит в конце два фотона. Сечение. Как получается сечение? Мы берем сумму сечений всех возможных с возможной поляризацией и делим на 4. Четверка это усреднение. Но в этой сумме, на самом деле, при b то равно 0 работает только один член. Почему только один член? Потому что на пороге возможна аннигиляция только, как вы уже говорили, что... Если мы пренебрегаем всем скоростями, то в этом у нас арбитального движения нет, арбитальный момент 0. А если спинное состояние единица, то сочетность отрицательная и аннигиляция невозможна в два фотона. А аннигиляция только один член дает вклад здесь. То есть, для... Когда вперед... Для того, чтобы вычислить ширину распада, я как-то скажу, дамма уже паропозитрония, паропозитрония. А наши... Два фотона... Паропозитрония может только в два фотона переходить. Ну, конечно, может быть, четыре фотона не только лет, поэтому уже по практике будет все очень порядка. Нам не нужно 4 умножить на 2,0 по мобильному квадрату, на b, на sigma. Я напишу усреднённое популяризация. При b там умножить, да? Ну, потому что сливма усреднённая, и включается уже коэффициент 1,4. Который должен сократиться этим. А кампан поропозитрония будет... Здесь будет коэффициент 4,3. 4,3. Вот эти спинные коэффициенты надо учитывать. При учислении ширины. Ну, и я уж приведу вам ответ, хотя вы ещё и не... Здесь, значит, сечение мы должны взять e плюс, e минус, e плюс, e минус. Давно-давно. Конечно, мы ещё не вычисляли это сечение, но мы будем его вычислять, и я приведу ответ, который здесь получается. И ответ этот получается такой. Ответ получается... m альфа в пятой делить пополам. Ну, конечно, m альфа в пятой вы могли бы написать, как сказать, из простых соображений. m написать из разметности, да? А альфа в пятой написать из того, что все ноль в квадрате, это альфа в квадрате будет, да? А это сечение будет альфа в квадрате. Вот и всё. m альфа в пятой пополам. Это значит, члена альфа в пятой ситронии. А гамма альфа в пятой ситронии... Это будет... Я говорю, это будет 4 претих на 2 пс. в квадрате. И на это сечение в 3 гамма квадрата. Сечение в 3 гамма квадрата... Ну, начинает несколько посложнее, конечно, чем сечение в 2 гамма квадрата. В общем-то, сечение при произвольных импульсах оно вообще имеет сложноватый вид. Но на погоде это, в общем-то, вполне делаемая задача. И, опять же, можно предсказать, если есть m альфа в какой степени? Альфа в пятой. Ну, шестой, конечно, еще... Видишь, не по тому лише, альфа в сечение, да? Альфа в пятой. А вот коэффициент предсказать трудно. Потому что коэффициент вот какой. Это есть 2, а здесь стоит π квадрат, π квадрат минус 9. Видите, какой есть коэффициент? Видит, а не легкий. Вот такой ответ для ширина распада. Ширина распада, это как вы называете, обратное время жизни, да? Ширина распада хвостой пары позитрония. Так. Все теперь с позитрониям. И перейдем к теме, которая позволит нам приблизиться, по крайней мере, вот это рассечение и этой ширины. А это, конечно, посложнее, но я думаю, что на семинарах их тоже проделайте. Решите эту задачу. К чему же мы перейдем? Перейдем к процессу взаимодействия. Что мы рассматривали? Взаимодействие заряженных частиц. Двух заряженных частиц. Одинаковый знак заряды двух. Противоположного знака заряды. Вегиляция. Взаимодействие заряженных частиц. Ачкет. Рассмотрим взаимодействие заряженных частиц с фотоном. Какой простейший эффект? Какой простейший эффект, который связан? Камптон. Камптон, правильно. Ну вот камптон мы и баллоны. Сечение камптона мы сейчас и получим. А в нелидийском пределе сечение камптона как называется? Томпсоновское сечение. Вот Томпсоновское сечение уж точно мы сейчас получим. И очень даже просто, между прочим, получим. Получим вот так. Воспользуемся тем, что в нелидийском, конечно, спин не ваших. Правильно? Спин не ваших. Поэтому можно смотреть сечение растения на спинерные частицы. На частицы со спинной водой вторая. А можно смотреть сечение растения на частицы со спинной ноль. На скалявные частицы. Да? И вот. Значит. И давайте рассмотрим сечение растения на скалявные частицы. Причем скалявные частицы предполагаем точечные, конечно. Если в реальности нет таких скалявных частиц. Ну, кроме как хиксовская частица. Да? Кроме как хиксовская частица. Но она нейтральная. Понимаете? Хиксовская частица. Поэтому мы будем работать с такой идеализированной частицей. Заряженная. Но. Белизон более структурный. Так будем говорить. Белизон. Белизон. Или скалявный факт. Заряды где? Вот. Теперь. Как изображается диаграмма Гейтмана сначала для фотоэффекта на электрон. Как изображается диаграмма? Понятно. Что у нас есть? В начале есть электронный фотон и в конце электронный фотон. Значит, электроны могут взаимодействовать с фотоном как-то. Но ясно, что после этого вершины-то есть только такие. Один фотон и однофотонная линейка. Две электронные. То есть, вообще диаграмма может быть в фотонах. Диаграмма может быть только такой. Вот. Взаимодействуем с фотоном. И здесь пошел. Вот. Такая диаграмма, да? Так сказать. Топологически, как и такая диаграмма. Да? Но мы можем переставлять этот фотон и этот фотон, правильно? Поэтому две диаграммы. Топологически, я говорю, одна. Но если мы импульсы еще введем. Введем здесь импульс. П. П' А здесь К. И К' То тогда надо нарисовать еще одну диаграмму. Ну, как мы ее можем нарисовать? Вот так. И по-разному можно рисовать, конечно. Топологически это одно и то же. Но рисуют по-разному. Вот так вот так. К' К. 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 Да. Таким образом рисуют. А можно просто переставить К туда. Ну, в общем, понятно, что это. Можно взять, развернуть эти линии. Раз и нарисовать можно. Суть одна. Вот две диаграммы. Попытаемся нарисовать эти диаграммы для скалярных частиц. Что мы тогда получим? Опуская множители. Опуская множители. Давайте все-таки напишем множители. Что мы получим? Для И мрвв. Для И РМИ. Для РМИ. Получим. Вот никаких спиновых волоевой функций нет у скалярных частиц. А в вершине, как мы помним, стоит сумма входящего и выходящего импульсов для скалярных частиц. Это мы получаем. Ну и поэтому получим, конечно, Е квадрат. Теперь здесь будет минус и Е, здесь минус и Е, минус и Е в квадрате, знак минус будет. А здесь будет для пропагатора И. Так что получим минус и Е квадрат. И здесь пишем выражение, которое... Правда, еще от начального фотона войдет вектор поляризации Е, мю, Е, ню. От конечного фотона Е штрих, мю сопряженно войдет, да? Е штрих, мю сопряженно, это волновые функции. Я написал, да? И дальше пишется здесь, что пишется? Для этой частицы, для этой диаграммы пишется. В вершине входит P плюс К, да? 2P плюс К. Почему? Потому что здесь импульс P, а здесь P плюс К. Да? П плюс К в квадрате. В этой решении входит 2P штрих, 2P штрих, минус К штрих, минус К штрих, нет, P плюс К штрих. 2P штрих, здесь не только П штрих, а здесь P штрих плюс К штрих. Поэтому 2P штрих плюс К штрих, минус К штрих, минус К штрих. И деленное на что? На P плюс К в квадрате. Или P штрих плюс К штрих, в квадрате всего закон сохранения данным и тоже. От этой диаграммы входит соответственно 2P минус К штрих, нюм, а здесь будет 2P штрих минус К штрих, нюм. AEгам продолжения법 так, вот так, делий на P минус К штриху BS и S. Вот здесь не написал, здесь, чтобы скалять однаация с массой. Здесь стоит минус льд. Клп аттриса идет квадрат массы. Здесь стоит пропагандная, конечно. Клп аттриса минус квадрат массы. Вот, можно уить. Вот, написали, всё честно. Теперь говорим, должна быть калибровочная вариантность. Правильно. Должна быть калибровочная вариантность. То есть, мы этот элемент должен заменять ем на камню. Заменили ем на камню. Что мы получили? Ну, k в квадрате равно нулю. Здесь стоит 2кк, да? А что стоит из знаменатель? p в квадрат m в квадрате. p на вас c.p квадрат сопрощается с крит building. Это тоже slack of m. То есть, остается здесь 2 А в квадрате плюс 4 . после умножения на k, после замены. Так, правильно. Я и хочу сказать, что не все диаграммы я нарисовал. Потому что нет калибровочной негативности. Заменил это? Сейчас я получу еще одну диаграмму. Заменил Eμ на Kμ и получил от этого члена вот что. А от этого члена что я получил? Значит, что здесь у меня получается? Опять k. Здесь получается 2b'k. А в знаменателе что? Тоже 2b'k, но с другим знаком. Со знаком 0. И здесь получается минус 2b', минус 2b'k'k' и a, неaby. 2p минус k штрих нюм. И что же у меня получается? Я после сложения. Это 2 получается p штрих плюс k штрих минус b. А это что такое? Это и получается b штрих плюс k штрих. Это и есть k нюм. Два коню у меня получилось. Два коню. Два коню получился штрих. То есть, нарушается калибровочный вариант. Как ее можно восстановить? Для того, чтобы восстановить, надо добавить контактный член. Какой контактный член? Минус 2g нюм. Тогда при углахлении на k, этот член даст нам 2k нюм, и он получится сократить его с членом. Вот. Это такое правило построения географной техники. Исходяясь калибровочным вариантом. Так вот. То есть, надо добавить еще вот такую, оказывается, что... Когда мы говорим о термогистских скалях, то давайте добавить еще вот такую вершину. Такую вершину. Такая вершина равна... 2d квадрат на 2 же минуты. На 2 же минуты. Да. Вот почему. Такую вершину надо добавлять. То есть, к тем правилам диаграммной техники, которые мы уже сформулировали. Вот добавляется еще одно правило. Для скалярной частицы, когда мы рассматриваем скалярные частицы, то... Вот надо такую вершину еще... Вершину взаимодействовать из двух фотонов. Такую... Со скалярными частицами. И, в принципе, понятно, что... Должна быть такая вершина. Откуда это понятно? С другой стороны. Как мы можем? Из всякой калибровочной вероятности, как мы можем? Из первых принципов. Как мы можем сказать, что такая вершина должна быть? Ну, очень просто. Мы же знаем, как в агрессанте скалярного поля, в свободном скалярном поле. Это есть... dm... 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 Да? Скажите... Вот такой... дм... dm... Ну, а... когда мы вводим... Опять же... из калибровочной... из требования... локальной калибровочной вероятности... нам нужно... добавить вот эти вот производные... заменить на удлинённую производность. то есть здесь написать такое... dm... и здесь dm... большое... dm... где... dm... равно... dm... мин... плюс... dm... e... плюс... i... e... a... а... плюс... и тогда у нас два афильбатических... членового выражания... а квадрат фи квадрат... а квадрат фи квадрат... а квадрат фи квадрат... и конечно вот... этот член соответствует такой вершине... понятно... ну вот... теперь... ну... если вот так посмотреть... ну это что же такое... это... ничуть не проще чем скалярная... чем спиннерная частица... если... для спиннерных частиц... у нас... во всяком случае две диаграммы... а здесь три диаграммы... такое длинное выражение... если мы захотим... выражение калибровочной дверялки... конечно... когда мы... будем вычислять... сечение... квадрат-мазица элемента... просуммированного по поляризации... мы можем... значит... суммировать... использовать правила... Фейнмондское правило... для суммирования по поляризации... то есть квадрат... это будет... надо будет вот это вот... этот тензор... сядь... умножить на себя же... и... свернуть по мю и ню... свернуть по мю... и по мю... независимо... но все равно... это вот... тензо на тензо... тензо на тензо... тензо на тензо... тензо на тензо... замучаешься... оказывается... есть... такой... способ... ну простенький способ... вычисления... квадрата... вся... то есть для определенных поляризации... это не если... квадрат в матричном элементе... пока у вас в квадрате говорили... а как хр рассказывали? systему выбрать... систему выбрать? как выбрать систему? вот систему какую выбрать Систему... начальники... поляровой частицы В этой системе нетрудно и использовать физические поляризации для мотора, физические поляризации, только физические. В этой системе и с такими физическими поляризациями, оказывается, эти члены вклада не дают вообще, дают только последние очки. Как это понять? Можно понять, взять просто физические поляризации, посмотреть, но в самом деле физические поляризации имеют только поперечная импульсов компонент. Мы удивились, что это ноль. А можно и даже без выписывания матерических элементов это понять. Как это понять? А так понять, что вот в этой системе, что у нас, вот смотрим, что у нас здесь происходит. У нас фотон сталкивается с этой частицей. И переходит опять, фотон сталкивается с скалярной частицей и переходит опять же в скалярную частицу. Конечно, импульс скалярной частицы направлен по импульсу помещего фотона. А теперь посмотрим на проекции полного момента на этот импульс. В начальном состоянии это проекция либо плюс единица, либо минус единица, а в конечном состоянии она ноль. Потому что спина нет, ну вот в промежутке вот здесь, в этом состоянии. Спина нет. Вообще скалярная частица и проекция орбитального момента на направлении импульсована нуля, значит, все невозможно. Закон сохранения страницы момента, полного момента, но обещает такой процесс. Аналогично здесь. Аналогично здесь. Ну, мы можем опять же в этой же системе рассматривать. Но извините, что невозможен такой процесс. Ну вот и все. Значит, тогда мы можем так написать. Вот считать, что рассматривать только ту диаграмму и написать, что это есть тогда уже два и, два и, где квадрат, а здесь написать не штрих, уже сопряжённое. Вот так скалярное произведение. Правда, со знаком минус, да? Потому что трёхмерное скалярное произведение, а здесь трёхмерное, где отличается знак. Но это не важно. Нам нужно M по модулю в квадрате. То есть нам нужно записать E' по модулю в квадрате. Если мы интересуемся просуммированным и просуммированным популяризациям сечений, тогда нам нужно вычислять... Давайте посмотрим, что это такое. Сумма популяризации. Сумма популяризации E' по модулю в квадрате. Как мы это напишем? Сумма популяризации E' на E' на E' на E' Сумма популяризации E' на E' Вот эти суммы популяризации. Как мы считаем эту сумму популяризации? По физичным популяризациям. Мы уже говорили. Это есть не что иное, как дельта и житая. Ну, можно так сказать, условия полноты для плоскости перпендикулярной векторов K. Это интерпретий житая, минус каитая коэффициентная. Дельта и житая коэффициентная, деленная на К в квадрате. А М есть дельта и житая, минус каффициентная и житая. Каффициентная и житая на каждый квадрате. Мы их свернули и 100 баллов мы получили. Здесь получили тройку, здесь получили минус единица, здесь получили минус единица. И всего получили... А здесь получили косинус квадрат т. Получили единица плюс косинус квадрат т. Дефект это угол растения, угол между двумя фотонами. Но мы же знаем, что m в квадрате это есть электрический вариант, величина. Значит, мы должны дописать вот этот единица плюс косинус квадрат в электрическом вариантном виде. И вот мы получим ответ, который входит для любой системы координата. Для любой системы координата. Значит, как это? Надо говорить, что в эту карту напишем космус квадрат, космус цельта. Для этого напишем как омега штрих, который есть омега омега штрих на единицу минус космус цельта. Отсюда разделим на омега омега штрих. Вот так. А что такое омега омега штрих? В системе покоя. Это есть, на самом деле, в системе покоя начальной частицы. Это есть целька на омега штрих и делить на единицу квадрат. Вот что такое. Значит, космус цельта. Это есть единица минус вот эта величина. Ну и еще, конечно, в принципе, мы можем все три переменные используя. Это каком-то... Это... Это... Ну, что-то вроде... Мандельсамовской переменной s с точностью до добавки n квадрата. Это... Это... Одна передача импульса, это вторая передача импульс. Как-то... Хотим это обозначить... Обозначить... Т... Хотим это обозначить... Т... А второй будет у... Это все равно. Можем все в любом виде писать. Обычно пишется как а-штрих. Мы можем как а-штрих выразить через эти величины. Но так обычно и делается. Значит, что мы можем написать? Как мы можем... Вот у нас есть закон сохранения. К плюс К-штрих равно ПК... Умножаем на К, скажем... И получаем, что К-штрих равно КП... КП минус К на К-штрих. А К на К-штрих это все равно, что П-штрих на К. Да? К-штрих на П. К-штрих на П. К-штрих на П и К на К-штрих это... Они равны просто. Легко понять... Скажем... Перенося сюда... К-штрих сюда... А К сюда... Его забав квадрат... Легко видеть, что это не должно выполнять... Правильно? Значит... А здесь тогда стоит ПК... Минус... Минус... К на К-штрих... Минус... 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 К на К-штрих... Минус К на К-штрих... Минус К на К-штрих... Лучше сразу напишем, что mFi по модулю в квадрате, mFi по модулю в квадрате, mFi по модулю в квадрате, сумма по поляризации. Напишем в виде mFi по модулю в квадрате, сумма по поляризации, она будет равна 4, 2, 4, 4. А на вторую же? Я написал сумму по поляризации. Я буду вычитывать сечильные, а пока я что хочу написать? Значит 4, я в 4, а здесь будет единица. Единица Где же у меня? Ага. Единица Плюс М квадрат Нет, не единица, двойка двойка здесь, да М квадрат М квадрат делить на Кп минус М квадрат делить на Кп' на Кп' Кп' все в квадрат все в квадрат я могу забрать на этом знаете но вроде вроде плюс Кп' Кп' со знаком плюс Кп' со знаком плюс правильно вот вот так вот какой ответ да сумму по поляризации вот вот какой ответ ну ну а что касается сечения Тобсонского то проще это не писать это вот религийское инвариантное выражение которое а двойка это и единица плюс косинус квадрат то есть вот это все вот это вот вся эта величина это единица плюс косинус квадрат косинус я расписал как вот эту вот сумму да и возьмем квадрат единица смешанные произведения и квадрат Все это так. Да. Вот. Теперь. Да. Ну, ежели я начну думать о средней популяризации, то тогда правильно, здесь я нарешу двойку на прикол, чтобы написать, да, совершенно правильно. В сечении входит, когда ежели мы говорим о сечении, где не болеет солнечный свет, то вот это и начинает входит. Да. Теперь. А что мы можем сказать о... как перейти к сечению для растения на электроне? Оказывается, очень просто. Получить выражение, опять же, для произвольной системы координата, электрическим вариантов выражения, оказывается, очень просто получить. Надо только вот эту двойку, вот эту двойку заменить на КАПСП, сменить на КАПСП, плюс КАПСП, сменить на КАПСП. Вот эту двойку заменить вот на такую большую. Ну, неэлектриизм это как раз... это... неэлектриизм. Что значит здесь неэлектриизм? Это значит, в системе покоя у нас частота должна быть... частота должна быть много меньше массы. В системе покоя частота должна быть много меньше массы. Почему так? Ну, потому что неэлектриизм это означает, что... и вот проезжуточная частица должна быть неэлектриизм, да? Ну, а про энергии пробежуточной частицы это будет... понятно, что это будет сумма энергии. И пробежуточная частица неэлектриизм только тогда, когда частота в системе покоя будет больше массы. И в этом случае КП и КАПСП это примерно единица. И это есть как раз двойка. Вот электриизмский предел должен совпадать, он совпадает. Ну, вот надо сказать, что... в ультраэлектриизме все-таки, по легенде, совершенно разное этих просуммированных квадратов на точном линии. Совершенно разное. Вы видите, что... что? В ультраэлектриизме вообще мы видим, что 5 членов, да? Они всегда... ведь это космос квадратов в системе покоя, он ограничен единицей, правильно? Поэтому все это примерно равно единице, вся эта скобка. Она не может превышать сильный... ну, может до двойки доходить. Но, в порядке ультраэлектриизме всегда единицы у этой скобки. А что получается для... то есть для рассеяния на частицы со стеном ноль... Вот квадрат квадратов в системе элемента, он гладен, никогда не бывает большим. Он меньше, ограничен, но я же ее в носке не забудем, он ограничен двойкой просто. А для рассеяния на частицы со стеном одна-вторая. Ситуация координатно меняется. Почему? Потому что Каш трих П может быть много меньше, чем КП. И в знаменателе может стоять очень маленькая величина, да? Какая маленькая величина? Как это понять? Ну, проще ее понять, конечно, в системе центра инерции. В системе центра инерции. Тогда в системе центра инерции ясно, что КФ сталкивается, а КФ лоб в лоб, да? Здесь стоит, грубо говоря, квадрат энергии сталкивающей частиц, правильно? А здесь что? Здесь стоит квадрат энергии умножить на единица минус скорость электрона. Минус скорость электрона. А скорость электрона, это есть, что такое? Единица минус скорость электрона. Это есть квадрат массы делить на квадрат энергии, да? И у нас получается, что здесь мы получаем... Эта величина может быть отношение квадрата энергии к квадрату массы электрона. К квадрат энергии в системе центра инерции. То есть это отношение может быть С к М квадрату. Вес это энергетический инуреант. Вот какой величины будет достигать это отношение. Очень большое. Очень большая величина. А как это понять? Без всяких вычислений. Вот такое должно быть поведение. Как это понять? Оказывается, можно понять. Ну, чтобы очень просто понять. И в вашем слове вполне достаточно для того, чтобы вы это поняли. Что вы знаете? Вы знаете замечательную формулу квадрат энергии, да? Которая вам говорит, что ампитуда расследования равна сумме Бл, сумме Бл, да? Здесь Фл – это парциальная волна, которая зависит от... Ну, парциальная волна, ладно. А здесь стоит... Давайте... А здесь стоит полный рейс от косинус тетта, да? Ну, там два и плюс один там лишний. От косинус тетта. Я вот так симпатично написал эту формулу. Вот такая формула есть. Но... Я хочу использовать вот эту формулу и кроссинг вариантность. Кроссинг вариантность. Кроссинг вариантность. Кроссинг вариантность. Я не знаю. Я говорю, что амплитуда, будучи написанная у меня как функция кинематических вариантов, может... Она имеет один и тот же вид во всех каналах. Мы можем использовать эту амплитуду, аналитически продолжая ее из канала в канал. Вот я напишу амплитуду в Т-канале. В Т-канале. Амплитуду напишу. А потом... Так. Тогда Фл будет зависеть от Т. Фл будет зависеть от Т. А здесь космус тетта. Я напишу космус уговороссийник в Т-канале. В Т-канале. В Т-канале. А потом перейду в С-канал. Ну и дальше я буду соображать уже, что мне обозвать Т-канал, а что мне обозвать С-канал. Хотя, тут, конечно, возникает, конечно, сразу вопрос. Ага, это же у нас сумма бесконечная, да? И как это не так просто перейти из канала в канал? Потому что лян-то... Это же ряд. А ряд-то и тот может разойтись, правильно? Когда мы пытаемся перейти из одного канала в другое. Это, конечно, может разойтись. Но, на самом деле, давайте смотреть случай, когда у нас есть один, просто одна волна. Одна волна. В Т-канале какая-то одна волна. Тогда... Что мы можем... Как? Тогда, конечно, процесс... Никакого вопроса с расходимостью ряда нет. И мы можем просто тащить из одного канала в другой, да? Теперь, а как связаны... Что такое космос Т-канал? Давайте посмотрим... Считаем для простоты... Для простоты считаем все... Так... Все массы равными... Одинаковыми? Да и вообще равными нулю, да? Ну, тогда... Что такое космос Т-канал? Ну, ладно, пока давайте... Не... Будем читать массы одинаковыми, но не равными нулю. Когда Т в передаче импульса... Если у нас в Т-канале есть процесс такой... П... Я не знаю... П1 плюс П2... Переходишь в... Равно... Равно... П1 в 3 плюс П2... Тогда С это П1 плюс П2 в квадрате, а Т есть П1 плюс П1 в квадрате, да? П1 плюс П1 в квадрате, да? П1 плюс П1 в квадрате. Т... Т это есть... Т это есть... Преходи в квадрате... Т это есть... Минус... Два... 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 П в квадрате... На, Э... П1 минус... Косинус Т это Т. Польско-суглорассеянность это нас. Или Или Так А что такое p в квадрате? 2 p в квадрате Это есть 2 Что такое? С равно 4 f в квадрате То есть Это есть 4 f в квадрате плюс n квадрате Значит P в квадрате это есть s в квадрате n квадрате p в квадрате это С минус 4m в квадрат делить на 4. С минус 4m в квадрат делить на 4, то есть двойка сокращается, и здесь получается двойка. А вы разве уже на самом деле не приняли? Да пока нет. Ну, когда ты взяли, там же у нас еще нет. Не может быть. Нет, не может быть. Потому что t это есть 2m в квадрате, да? Минус 2m в квадрате. Минус 2m в квадрате. Да? Да. В системе центра инерции одинаковые массы, одинаковые энергии. Поэтому, конечно, ну, приятнее никаких пас не может быть. Потому что при t равену 0 должно быть 0 передачи, да? При одинаковых пас не может быть. При т равену 0, конечно, передачи 0. Вот. Получаем тогда 2t в квадрате. Минус. 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 Это равно единице минус косинус тетта. А тогда косинус тетта будет равно единице плюс 2t. косинус тетта. Вот это и есть косинус тетта. Вот такой единице плюс косинус тетта. Да? Вот. Значит, что входит у меня в аргумент? Да, косинус тетта это есть единице плюс 2t делить на s минус 3m2, да? Ну, может быть, я и зря это стащил. Да. Да. Тащил это m2, ну, все-таки, чтобы вы знали, что это не крепался к неравенному, но все равно он не имеет такое выражение. Но вот что я сделал, может быть, нехорошо. Я могу наоборот. Наоборот, сделать. Значит, написать, это и написал, значит, в т-канале. Да? Т-канале, т-канале. Да. Т-канале, да? Т-канале, да? Т-канале. Так, теперь... Хочу перейти в т-канал, где... Где? Да, термонально. Нет, на самом деле все это неправильно я здесь написал, потому что здесь же вот эта парциальная метода ВН зависит от угла рассеяния, да? От угла рассеяния. От угла рассеяния. ВН от 80 градусов, да? А вот парциальная амплитуда, она не зависит от угла, она зависит от энергии. Значит, ЭН я должен написать от С. Род энергии у нас в С брали здесь. С в 1-4. Парциальная амплитуда зависит от энергии, да? Поэтому вот так вот я должен буду написать. Такое выражение. Ну, и вообще-то говоря, лучше бы я даже переменил наоборот. Написал парциальное разложение. Теперь, перейду в данный момент. Теперь буду смотреть. Ну, можно так послушать. Теперь вот это выражение для амплитуда. Написано у меня в С-канале. То есть в канале, где С является энергия, а Т это передача импульса. Но теперь это же самое выражение я могу использовать и в другом канале, когда Т является энергией, а С передача импульса. Т является энергией, а С передача импульса. И что я тогда увижу? Я не буду смотреть это в такой кинематической области, где передача импульса ограничена, да? Передача импульса ограничена. А энергией стала большая. Тогда нет. Но тогда мне лучше всё-таки изменить обозначение и написать здесь Т передача импульса. А здесь С. А здесь С. И рассматриваем в случае больших С, аффиксированных Т. Рассматриваем в случае больших С, аффиксированных Т. Тогда зависимость от С у меня только выходит через угол рассеяния. А ПН, как следует, она ведёт себя, мы смотрим ПН при больших аргументах. Что такое ПН? Это полинон. Полинон в степени Э. И значит, амплитуда ведёт в зависимости, как себя вот этот вклад ведёт с С. Это есть С в степени Э. Остальное, есть какой-то размерный эффект. Но вот, энергетическая зависимость, это С в степени Э. Энергетическая зависимость, это С в степени Э. И Э это орбитальный момент. Ну вообще, когда формула написана была для орбитальных целей, это орбитальный момент в Т-канале. Орбитальный момент в Т-канале. Но, вообще, нежели эта формула обобщается, конечно, для случая, когда частицы имеют спин, и она имеет тут же вид. С в степени Э в степени Верд. Верд – это полный момент в Т-канале. Верд – это полный момент в Т-канале. И мы получили такую зависимость, что амплитуда растения, а что-то у нас... То есть МФИ. Как должно себя вести МФИ? Как оно должно себя вести? Оно должно вести себя как С в степени Верд. Мы фиксируем в слове при больших С-ах и фиксируем в Т. Вот так должна себя вести амплитуда растения. Ну, на самом деле, для перехода в 2 в 2 амплитуда растения у нас безразменная, да? Ну, понятно, что тогда надо написать, что здесь у нас полный. С к Т или какую-то массу. С к Т или какой-то массы. Ну, до тех пор, пока у нас Т много больше всех масс, всех квадратов масс, естественно, мы можем массами пренебрегать, да? И вот тогда мы в такой области, где область, в какой области? С, много больше, Д в области, много больше, МФИ в квадрате. Вот в этой области. Ну, конечно, ее тянуть в этой области. Такое по идее амплитуды растения. По порядку речны мы можем тянуть ее до поля, но еще две порядка Х квадратных. Вот такая С, что поможет. Это, конечно, отрицательная передача. Вот такое выражение для батичного элемента. Давайте проверим. Давайте проверим. Правильно это или нет? Как распространять? Как проверить? Ну, у нас есть что-то. Уже мы что-то вычисляли. Например, мы вычисляли амплитуду растения для зарядочных двух зарядочных частиц, да? И что там у нас было в этой канале? Вот у нас амплитуда растения, вот у нас ТС. А давайте в качестве Т возьмем вот передача импульса. Вот Т возьмем, да? Тогда в канале растения что у нас стоит? В канале растения стоит у нас фотон. То есть частица со спином единица. Частица со спином единица. Какое поведение амплитуды растения при больших С и малых Т? Какое поведение? Ну да. Как это проще сообразить? Ну, в общем-то, здесь, я же здесь скалярная частица, да? Для скалярных частиц. То здесь стоит сумма импульсов. Здесь стоит сумма импульсов. При их перемножении мы получаем С. А от знаменателя фотонного пропагатора идет Т. Будет С в первой степени. Правильно? С в первой степени. Как оно и есть. А теперь расходим ключи растения фотона на электрон. Фотона на электрон. А вот. Ну ладно. В случае растения фотона на электрон. Одна из диаграмм, которая у нас есть, она предоставляется вот так можно. Ну, на самом деле, можно так же нарисовать эту диаграмму, только линии по-другому раздавить. Смотрите. Вот в случае растения электрона на электрон. Вот так рисуется диаграмма, да? Здесь П, П' ну ладно, П1, П1' Правда, это не те П и П1', потому что эти были П1 в другом канале. В Т канале те П1 и П1, П1, П1. Неважно. Мы теперь уже рассматриваем перешли к С каналу. И вот у нас есть П1 и П1' И что означает у нас здесь П2 и П2' П2 и П2' И что означает С? Это значит, что частица вот эта пролетает вперед. С большой, а Т маленькая. Частица эта пролетает вперед, Т маленькая. Ну, С большой, это полная энергия большая. Т маленькая, это значит, что частица вперед пролетает. И эта частица вперед пролетает. В другую сторону. Ну, а мы можем изобразить одну из диаграмм для картонов скоросея тоже таким же образом. Тоже таким же образом, но немножко другим, да? Здесь у нас фотон начальный, электрон начальный и вот так нарисовать диаграмму. Тогда, вот в этом канале, может быть, этот, когда этот импульс памяти означает что? Что? Что у нас конечный фотон летит по начальному электрону. Ну, еще говорят про это, как про расследование назад. Конечный фотон летит по начальному электрону. Это... И, вообще говоря, часто вот эту переменную П-К' в квадрате обозначают буквой У. Ну, обозначение... Сами понимаете, что это обозначение условное. Мы можем ее и буквой Т обозвать. И вот и рассмотреть нужно, когда вот П-К' в квадрате маленькое, П-К' в квадрате, П-К' в квадрате маленькое. И как раз это вот это что означает? Маленькое по сравнению с чем? По сравнению с энергией. Здесь стоит у нас К, а здесь П' К. Вот рассмотрим наш контроль эффект в такой климатической области, когда конечный фотон летит по начальному электрону. И рассмотрим вот эту диаграмму. Что мы видим на этой диаграмме? Что? Вот эту передачу импульса обозначим Т. А это у нас не нужно опять же. Это вариант ДС. Это вариант ДС. Вот эту передачу обозначим Т. И рассмотрим окраску. Когда Т вот эта вот область. То есть, соответственно, больше. Которого больше М квадрате. Что же мы видим? Что как должна вести себя амплитуда рассеяния? Она должна себя вести как С к Т в одну и второй. В одну и второй. Ширь, потому что одна вторая. Одна вторая есть в этом канале. В полный момент одна вторая в этом канале. Это амплитуда рассеяния. Как квадрата на пласть т в одну и второй. Как бы должна себя вести. Как С к Т. С к Т. Правильно? Смотрим сюда. И то же мы видим. Вот это у нас С к Т. Это у нас с, а это у нас Т. Это у нас Т. То есть, эти вот основные черты. Такие. для поведения амплитуд растения при ауцинской энергии вот они, вот эти формулы, это формулы, откуда получилась эта формула это парциальное разложение, квантово-механическое, обычное, обобщенное, конечно, для наслучек спина и гроссинг инвариантность, то есть возможность аналитического продолжения из одного канала в другой вот эта такая гроссинная формула, я повторяю, очень полезная помогает предсказывать, понимать многие черты амплитуд при высоких энергиях поэтому, когда вы начинаете рассматривать процесс в первую очередь, ну, конечно, можно рисовать матричные, выписывать матричные элементы но это же, обычно, такая процедура-то довольно-таки залогная а для того, чтобы понять качественное поведение амплитуд при высоких фонарей, качественное поведение этого не нужно, нужно вот иметь в голове только одну такую простую формулу ну, вот она, формула, это для баночного элемента ну, а если две сечения, две сечения, мы хотим нанесать сечение, то что мы получим? ДСЛПДТ, какое поведение ДСЛПДТ? это какого порядка? это значит С в степени двойной отсюда, да? делёнка на что? ну, я напишу С к Т по модулу степени двойной отсюда и единица по размерности, что такое? единица на Т в квадрате вот оно поведение поведение КСВИДМО КДТ опять же в этой опуске все массы я уже попросил и вот такое поведение я представляю, что так качественно его можно тянуть до 3-порядка М квадрат всё возьмите, пожалуйста, эту формулу на вооружение она вам сильно поможет ладно ладно наверное кончим, что ли? нет ладно всё до свидания до свидания спроси прош Symphony меня всё как у допуск что